В этом фильме мы поговорим о формировании славянских и тюркских языков и диалектов. Я специально не стал разбивать эту тему на два разных фильма, отдельно про славян и отдельно про тюрок, потому что в сравнении этих двух великих евразийских народов будет лучше понятна роль каждого из них на нашей планете. Попутно мы поговорим о происхождении некоторых других народов и их языков. К сожалению, официальная наука совершенно не обращает наше внимание на главные составляющие этногенеза, то есть происхождение этих народов, впрочем, как и всех остальных. Ученые-археологи и историки готовы часами рассуждать об особенностях керамики или украшений той или иной археологической культуры. Они пишут диссертации и научные работы на эту тему, но какова цель подобных исследований? Зачем тратятся деньги, государства и время ученых на то, чтобы определить разницу между керамикой, например, Черняховской и Зарубинецкой археологических культур? Почему сразу не обозначить главные отличительные особенности этих культур? И та, и другая прежде всего были земледельческими культурами. И та, и другая использовали лошадей для обработки земли. Про лошадей запомним, когда будем говорить о скифах. Главное же отличие между этими двумя культурами не в орнаментах на керамике и украшениях, не в способах захоронений и не в десятках других мелочей, которые, конечно же, имели место быть, а в том, что представители Зарубинецкой культуры использовали ралла без железных наконечников. А у черняховцев железные наконечники уже применялись. А все остальное, глиняные черепки, украшения и даже способы захоронений – это уже дело десятое. Это все равно, что научные институты будут описывать, систематизировать и сравнивать надписи на паровозах и автомобилях, выявлять их общие черты и принципиальные различия, и зарабатывать на этой никчемной работе ученые степени и государственные награды, совершенно не обращая внимания на принципиальную разницу между паровой тягой и двигателями внутреннего сгорания. Так почему же официальная наука старается не замечать, что в основании человеческой цивилизации лежат прежде всего технологии пропитания, то есть способы добычи еды и только потом уже все остальное? А причина тут одна, и я об этом уже не раз говорил. Историки стараются не замечать очевидные факты, которые лежат на поверхности, потому что это опасно для официальной, на полторы тысячи лет удлиненной версии истории. Если в потоке второстепенной информации про черепки и бусы не спрятать основные орудия труда и технологии, например, обработки почвы, то выяснится, что саха и рала, так называемых черняховцев, которые жили якобы во II-IV веках н.э., ничем не отличаются, ничем не отличаются от сахи и рала восточных славян XVI-XVII веков. И даже в XIX веке их конструкция все еще сохраняла черняховские в кавычках традиции, полностью деревянная саха и только железный наконечник – основной расходник данного сельхозинструмента. Черняховцы по всем признакам, даже по одежде, это крестьяне XV-XVI веков Великого княжества Литовского, о чем мы уже подробно разбирали в моем фильме «Украина и Римская империя». Но вот же в чем беда. Историю христианства историки удлинили на полторы тысячи лет. Это был совместный проект католиков и протестантов. А у черняховцев полно римских монет, отдельные единичные находки и целые клады со множеством монет с профилями римских императоров. Потому что черняховцы занимались товарным производством зерна на экспорт, прежде всего в Западную Европу, чем, собственно, и сейчас занимаются украинцы. А Европа с ними рассчитывалась этими самыми римскими монетами. Поэтому черняховцев вместе с вышиванками и хатами-мазанками, а на самом деле русских крестьян Великого княжества Литовского, позже их назовут украинцами, тоже пришлось удревнить и перенести в глубокое прошлое на более чем тысячу лет, заменив их славянскую принадлежность на иранскую, германскую, готскую, фракийскую, какую угодно, только не славянскую, потому что славян якобы во времена Римской империи еще не существовало. Известный ученый-исследователь древнего искусства Виктор Михайлович Василенко установил, что орнаменты керамических изделий зарубинецкой культуры 3-го века до н.э. 2-го века н.э. практически идентичны орнаментам русских аналогичных изделий 19-го века. В керамике более поздней черняховской культуры 3-го, 4-го веков уже н.э. Например, в узорах кувшина, найденного в кладе в деревне Ромашково, можно увидеть узоры народного орнамента в русской вышивке. Но официальная историческая наука эти артефакты никак не учитывает, внимания на них не обращает и аргументы и факты, противоречащие официальной версии истории, не принимает. Даже от таких уважаемых людей в научной среде, как доктор искусствоведения Василенко. Его докторская диссертация называлась «Русское народное искусство 18-19 веков. Художественная культура русской деревни». Как никто другой, он знал художественную культуру русской деревни. Да, черняховцы жили в хатах-мазанках, точь-в-точь, как у малороссийских крестьян, и ходили в вышиванках, сообщает нам официальная наука. Но это еще ничего не доказывает. И вообще, во времена Римской империи, восточных славян, еще не было и точка. Поэтому, по официальному мнению историков, черняховцы говорили на разных диалектах германской, фракийской, иранской и прочих языковых групп, но только не на славянских наречиях. И только мнение академика Рыбакова в среде официальной науки стоит особняком. Он так осторожненько-осторожненько предположил, что черняховскую культуру следовало бы, скорее всего, отнести к ранней, древнеславянской со множествами оговорок. И высказал гипотезу о перерастании одной из частей черняховской культуры в пражскую археологическую культуру. Кстати, о пражской культуре. Выдержка из официального источника. Основу хозяйственной деятельности племен пражской культуры 5-7 века н.э. составляли земледелие и животноводство. Земледелие было пашенным. Для вспашки применялись рала с железными наконечниками и бестаковых, а в качестве тягловой силы выступали лошади и валы. Среди используемых зерновых культур преобладали пшеница, ячмень, рожь и овес. Смотрим на рельефную карту Чехии. От Праги на запад, север и восток – равнина, а вокруг – горы до полутора тысяч метров высотой. Граница Чехии с соседними странами проходит как раз по вершинам этих гор. В нижней равнинной и серединной части Чехии жили славяны-землепашцы. Отсюда и пражская археологическая земледельческая культура. А вокруг, на склонах этих гор, жили немцы-заводчики. Они ставили свои заводы с водяными колесами на горных реках рядом с рудниками и лесом. Это идеальные условия для средневекового завода, чтобы пилить доски, выплавлять металлы и обрабатывать их в кузницах с механическим молотом с приводом от водяного колеса. Несколько десятков таких действующих заводов и мельниц до сих пор сохранились в Чехии для кустарного производства и привлечения туристов. У каждого народа до появления системы профессионально-технических училищ была своя специализация и свой этно-профессиональный язык. Славяне лучше всех знали, как обрабатывать почву и выращивать зерновые в равнинной и лесной местности. Не степной, а именно лесной. Без древесины деревню не построить и не обогреть в холодное время года. А немцы лучше других народов знали, как обрабатывать зерно на муку, древесину, металлы и камень в предгорьях, где есть быстрая вода. Профессиональных учебных заведений, как сейчас, не было. Поэтому сын крестьянина становился крестьянином, за редким исключением, а сын немца, заводчика, работал на заводе своего отца, пока не получал этот завод наследства или не основывал свой завод на новом месте. До 1945 года Судетская область Чехословакии, на этой карте она обозначена красным цветом, была населена в основном немцами, которых чехи после войны депортировали. То есть чехи-славяне и судетские немцы столетиями бок о бок жили в одном небольшом европейском государстве, не перемешиваясь. Каждый на своей территории занимал свою профессиональную нишу, сохраняя свой национальный язык, который изначально был языком профессиональным, как язык программирования для программистов. И только потом, когда появились национальные государства со второй половины 17 века, эти национально-профессиональные языки, языки профессиональных сословий, стали языками национальных государств. Пример с чехами и немцами Чехословакии наглядно иллюстрирует, что распространение языков по планете определял основной способ хозяйствования, или, как еще говорят, хозяйственно-культурный тип племен, чего в упор стараются не замечать историки, или им запретили и думать, и рассуждать на эту тему. Более подробно, кто такие славяне в целом, и в частности русские, смотрите в моих фильмах, а мы продолжим. И поговорим о тюрках. Так же, как и немцы, и славяне, и все остальные народы, тюрки имели свой профессиональный язык – тюркский язык. Нет, конечно же, такого единого языка для всех тюрков не существует и никогда не существовало, как и не существовало единого славянского языка. Речь идет о тюркской языковой семье, на языках которой говорят азербайджанцы, узбеки, казахи, уйгуры, туркмены, татары, киргизы, кашкайцы, народность в Иране, башкиры, чуваши, якуты и другие. В этом списке есть еще и турки, причем на первом месте подчисленности. Но я их не назвал, потому что турецкий язык – это современный искусственный язык, который был создан и насильственно навязан гражданам Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком в первой половине XX века. А до Ататюрка и его языковой реформы турки говорили на османском языке в своем большинстве и его диалектах, в котором тюркизмов было около 10%, как в современном русском языке. На каком основании официальная наука отнесла его к тюркской языковой группе, непонятно. Арабский алфавит и в значительной степени арабский лексикон скорее относят османский язык к семитской языковой группе, нежели чем к тюркской языковой группе. Тюркские народы живут в Европе и Азии и относятся к двум расам – европейской и монголоидной. Что их всех объединяет, кроме языка? Их всех объединяет кочевое пастбищное скотоводство в степной безлесной зоне. В мире нет больше ни одной языковой семьи, которая на момент зарождения городов и государств в XV веке, о городах смотрите мой 15 фильм, распространилась бы на таких огромных евразийских территориях. Родился у степного кочевника скотовода сын. Пока он рос рядом с отцом, он перенимал его навыки, знания и опыт. А когда он подрастал для создания своей собственной семьи, отец отдавал ему часть своего стада, и сын уходил от него навсегда в поисках новых пастбищ. В лес он не заходил, в море не заплывал. Это были не его ниши для выживания. В лесу жили охотники и собиратели, которые, в свою очередь, не знали, как жить в степи. Кочевники-скотоводы жили по соседству с охотниками и земледельцами, как славяне с немцами, но каждый на своей ограниченной самой природой территории. Кочевники в степи, охотники в лесу, рыбаки на берегу морей и озер, а земледельцы на землях, освобожденных от леса, например, на склонах гор, рисовая террасовая культура, но в любом случае рядом с лесом. В свою очередь, земледельцы не понимали, как обрабатывать степную почву без стоящего рядом леса, который давал топливо для обогрева жилища и приготовления пищи, строительные материалы и сельхозинструмент. И только кочевники-скотоводы смогли приспособиться к выживанию в степи без леса в условиях практически полной автономии. А насколько точна привязка тюркских народов к степи? Возьмем, к примеру, крымское хамство, которое населяли татары, крымские татары, и дикое поле, безлесная степная зона, также в прошлом заселенная татарами-кочевниками. И посмотрим на эту карту. Это Понтийско-Каспийская степь, или Причерноморско-Каспийская степь, другое ее название. Она проходит через все крымское ханство и накрывает его практически полностью. А там, где эта степь заканчивается, на юге Крыма, заканчивается и крымское ханство, и начинаются земли Восточной империи, или Османской, как ее называют историки. Портовые крымские города и прилегающая к ним территория – это уже не татарская, не тюркская земля. Открываем карту Европа-полиглота 1741 года и проверяем, кто жил в Крыму на момент создания этой карты. Напомню, что крымское ханство существовало как отдельное государство до 1783 года, года присоединения ханства к Российской империи. Читаем. Тартарская речь, т.е. татарская, тевтонская, т.е. немецкая и славянская смесь. В одном из своих фильмов эту надпись я перевел так – «Тартария, тевтонские слова и славянская смесь». Но сейчас вижу, что это был не совсем правильный перевод, т.е. совсем неправильный. Скорее всего, смысл этой лаконичной латинской надписи был таким. На полуострове Крым с прилегающей к нему материковой территорией жили татары, немцы и славяне. И действительно, на юге Крыма было немецкое готское княжество Феодоро. То, что немцы в Крыму были с незапамятных времен, историки не возражают. Но что в Крыму так же давно жили и славяне, они в упор это не замечают. Я еще понимаю западных историков. У них русофобия и славянофобия в крови. Но почему наши историки, советские и российские, не замечают очевидных фактов, свидетельствующих о том, что до завоевания Крыма Российской империей, славяне в Крыму были издавна и занимались тем, что они умели делать лучше других народов. Выращивали хлеб и продавали его на экспорт. Давайте послушаем советского археолога и историка искусств, сотрудника Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР, кандидата искусствоведения, профессора, организатора и бессменного руководителя Тавровскивской экспедиции Павла Николаевича Шульца. Неапольскивский, это нынешний Симферополь, расположен на левом берегу Салгира, на одной из возвышенностей второй гряды Крымских гор. В жилых кварталах, невдалеке от городской стены, нами было обнаружено крупное здание с большим подвалом, вырубленным в скале. К зданию, сооруженному в III веке до н.э., примыкал обширный двор с многочисленными зерновыми ямами. Находки зерен пшеницы, ячменя и проса и обилие зерновых ям в Неаполе свидетельствуют о крупном значении земледелия в хозяйстве крымских скифов. Указания на это имеются и у Страбона. Судя по обилию костных остатков, не меньшее значение имело и скотоводство. Подсчеты, произведенные Цалкиным, дают основание полагать, что в составе стада количественно преобладали лошади. Еще раз, лошади, без которых невозможно выращивание хлеба в товарных масштабах, мое замечание. А затем крупный и мелкий рогатый скот. Конец цитаты. А кто такие скифы? Открываем любимый источник информации. Скифы – это греческое название народа, а их самоназвание – скалотои. Древний кочевой и раноязычный народ, существовавший в 8-4 веках до н.э. Историки, неужели вам неизвестно, чем занимаются кочевники, и что хлебопашество и вообще земледелие – это не их специализация? Если скифы выращивали хлеб, тогда они уже не кочевники. На карте Европа-полиглота славяне обозначены как склавоны или склавины через «к». Это латинское написание славян. А теперь еще раз обратимся к Википедии. В английской ее версии читаем «склавины» в латыни или «склобинои». Различные формы в греческом – это ранние славянские племена, которые совершали набеги, а потом захватили и осели на Балканах в раннем Средневековье и в конечном итоге стали известны как предки южных славян. Итак, «сколотои» – это самоназвание скифов, «склавины» – это на латыни название славян, «склобинои» – это название славян на греческом. Вам не кажется, что речь идет об одном и том же народе, и что между скифами и славянами, пусть ранними славянами, нужно ставить знак равенства? И не будем забывать, что ремесла, как товарное производство чего-либо, появились в деревнях, а не у кочевников. Процесс зарождения городов – это процесс отделения ремесла от сельского хозяйства, поэтому у кочевников не могли появиться такие совершенные ювелирные изделия, как скифское золото, так называемое. Кузница кочевников, то есть металлообработка – это звучит как анекдот, как подводная лодка в степях Украины. А вот у землепашцев кузницы были почти в каждой деревне, поэтому и в каждой деревне был древесный уголь из рядом стоящего леса, без которого невозможно кузнечное производство. Это сейчас газовые горелки и коксующийся уголь, а вплоть до 18 века выплавка и горячая обработка металлов были основаны на древесном угле без какой-либо альтернативы, а в степи деревьев нет. Но историки делают вид, что они не замечают это вопиющее несоответствие и продолжают называть скифов кочевниками, да еще и с иранскими корнями. Где Иран и где Крым? Удлинив историю Христа и христианства на полторы тысячи лет, которым они добавили еще и несколько тысяч лет городской цивилизации до нашей, то есть до христианской эры, историки столкнулись с проблемой скифского золота и другими артефактами славян, которых в новой версии истории во времена официальной датировки этих артефактов еще не было. Вот и пришлось искать народы, у которых их официальный возраст соответствует официальным датировкам этих артефактов. Натянули сову на глобус и записали черняховцев с вышиванками и скифов со славянскими лицами «На золотых украшениях скифов в иранскую языковую группу бумага все стерпит». Меня часто спрашивают в комментариях, зачем историки удлинили историю и почему, удлинив историю, они не удлинили также и историю славян. Посмотрите мои фильмы, они все пронумерованы. В них я подробно рассказываю, что удлинение истории христианства – это не случайность и не ошибка средневековых историков. Но если бы историю христианства не удлинили, то разрушилась бы вся европейская пирамида власти, основанная на религиозных ценностях, сегодняшний аналог которых называют общечеловеческими ценностями, и это не просто слова. От рождения и до самой смерти человек шел в сопровождении церкви и с любыми жизненными проблемами и обстоятельствами приходил не в собес, не в отделение полиции, не в прокуратуру и не в суд, а в церковь, к своему духовному наставнику, и только потом во все остальные инстанции, которых в те времена практически не было. А настоящая реальная история христианской церкви – это сущий кошмар для католической церкви, великие понтифики которой, то есть папы римские, сами, будучи язычниками или иудеями, в 16 веке преследовали христиан. Конечно же, такая история нуждалась в корректировке, мягко сказано. Не буду повторяться, смотрите мои фильмы, там все изложено подробно со множеством аргументов, фактов и артефактов. Отдельное большое спасибо римской церкви и Ватикану, которые не стали полностью уничтожать свою великую историю, историю римской империи, как, например, это сделали Романовы. Ни одного подлинного, прижизненного портрета доромановских русских государей не сохранилось, все уничтожили. После чего настоящую русскую историю заменили летописями, которые никто и никогда на подлинность не проверял. Первая русская монета с датой появилась в конце 16 века. Это была копейка Федора Иоанновича. В то же время в русских летописях и их списках, то есть копиях, датируемых нашими историками, начиная с 11 века, даты уже стоят. Как могло такое случиться, что за 600 лет русской государственности не было отчеканено ни одной монеты с датой, и в то же время наши русские летописи просто кишат датами от сотворения мира? Историки, у вас есть ответ на этот вопрос? Более того, первые надгробия с надписями и датами на территории русских княжеств, согласно официальной науке, и это не моя версия или предположение, а научный факт, появились только с конца 15 века. А как же древняя Русь, которая даже по Фоменко и Носовскому задолго до этого времени покорила чуть ли не весь мир, включая Америку, от которой даже могильных плит с надписями ранее конца 15 века не осталось? Я уже не говорю про еще более древнюю Русь согласно официальной истории. А по-другому и быть не может, потому что первый международный календарь, юлианский календарь, был учрежден Папой Юлием II, он же Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, в 1500 или в 1499 году, или ровно в 7000 году, от символического дня или момента сотворения мира, рассчитанного папскими богословами. А куда делась современная разница 8 лет между изначальным календарем от сотворения мира и современным календарем от сотворения мира, а также что такое юлианский и григорианский календари, смотрите в моих фильмах под номерами 12 и 13. Однако вернемся к основной теме. Понтийско-Каспийская степь, как уже было сказано и показано выше, проходит через все Крымское ханство и заканчивается на западе в Румынии. И надо же так было случиться, что именно на этом румынском кусочке степи компактно проживают татары. И живут они в этой степной местности якобы со времен татаро-монгольского или монголо-татарского, кому как больше нравится, нашествия. То есть историки нам хотят сказать, что татары пришли в Восточную Европу со своим войском, чтобы отвоевать себе кусочек степной земли для занятия пастбищным животноводством. Но это уже даже не смешно. Чуть выше, по карте и правее, от румынских татар, куда уходит степь, в соседней Молдавии проживают гагаузы. Это тоже тюрки, только уже православные. Основной род занятий гагаузов также был связан с пастбищным животноводством, которое и сейчас в сельском хозяйстве этой автономной Молдавской республики занимает не последнее место. В соседней Одесской области также компактно проживают гагаузы. Очевидно, что степь в Восточной Европе в основном привлекала тюркские народы, которые имели многовековой опыт выживания в степи. В самом центре Европы есть кусочек степи с названием Пусто, славянское ее название, созвучное со словом «пустыня». А это информационное сообщение я оставлю без комментариев. 10 августа 2012 года в Венгрии на территории заповедной венгерской степи Пусты в Бугатце открылся трехдневный Курултай съезд представителей, родственных венграм тюркских народов. Культурные мероприятия с подобным названием проводятся в Венгрии уже в третий раз. «Переориентация с финно-угорского вектора на историческое и культурное родство венгров с тюркскими народами – важнейшее изменение за последнее время в официальной культурной политике Венгрии». Конец цитаты. Итак, представители почти всех тюркских народов, я уже не говорю про Азию, там практически везде можно ставить знак равенства между тюрками и степью, изначально были кочевниками, которые мигрировали в знакомые степные местности, пока их все не заполнили своим присутствием. На своем пути кочевники встречали охотников и земледельцев, образовывали смешанные семьи. Поэтому этнический состав тюрков-кочевников по мере их продвижения по Евразии все время менялся от монголоидов до европеоидов. Из какого места началось это великое тюркское движение по Евразии? Может быть, и из Алтая, как считает большинство тюркологов. Кстати, в алтайскую языковую семью вместе с тюрками входит еще один великий народ кочевников – монголы. Практически все народы алтайской семьи были кочевниками, за исключением корейцев и японцев, которых в алтайскую языковую группу включают либо с оговорками, либо вообще не включают. И действительно, корейцы и японцы изначально не были кочевниками по причине отсутствия степей на их территории. Они были прежде всего земледельцами рисовой культуры, а потом уже все остальное. Еще одно нестепное исключение – это казанские татары, государство которых, казанское ханство, находилось немного в стороне от Понтийско-Каспийской степи, так как основным родом деятельности этого государства было крышевание Каспийско-Балтийского водного торгового пути. Об экономических отношениях первых русских князей, а потом и московских царей с татарами, которые контролировали водные торговые пути через Волгу и Дон к Каспийскому и Черному морям, и почему в итоге татары уступили московской экспансии, я как-нибудь расскажу в отдельном фильме. Итак, на момент появления денег, городов и государств, тюрки освоили практически все степи Евразии, даже на крайнем севере Тундру и Лесотундру. И вот однажды они пересекли Берингов пролив, видимо по льду, и оказались в Америке, где они нашли свою степь. Абрар Каремулин, известный татарский ученый, доктор филологических наук, действительный член Академии наук Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан, в 1995 году опубликовал книгу про татюрки и индейцы Америки по следам одной гипотезы, в которой он приводит множество убедительных доказательств близости диалектов индейца племени Сиу к тюркским языкам. А первым обратил внимание на это сходство американский исследователь, доктор медицины и филологии немецкого происхождения Отто Рерик, который в своей книге «Язык индейцев Дакота» или Сиу, изданной в 1872 году в Вашингтоне, поведал читателям свои наблюдения и выводы, что диалекты индейцев Сиу относятся к Урало-Алтайскому семейству языков и ближе всего стоят к тюркско-татарской языковой группе. А где жили индейцы Сиу? На какой земле? Ответ. Племена Сиу относят к типу индейцев прерий. А прерии – это североамериканские степи. Именно там и жили индейцы племени Сиу до прихода туда европейцев. Но официальная наука никогда не признает племена индейцев Сиу дальними родственниками тюркских народов, потому что, согласно ее науке, официальной версии, американские народы отделились от евразийских народов очень давно, 12 тысяч лет назад, когда еще никаких тюркских или прототюркских наречий не было. Судьба сиуанских диалектов очень похожа на судьбу этрусских надписей, которым также было отказано, только уже в принадлежности к славянской языковой группе, о чем было сказано в моем третьем фильме. Этрусков и Этрурию тоже пришлось засунуть в глубокую древность, даже невзирая на то, что Великое княжество Этрурия под управлением влиятельнейшей и богатейшей европейской семьи Медичи просуществовало до XVIII века. Но у историков Этрурия официальное название государства проходит под неофициальным названием этого итальянского государства Великое герцогство Тосканское. Ссылку об исследованиях доктора Каримулина о диалектах индейцев племени Сиу смотрите внизу в описании. Итак, какой же вывод из этого следует? Прежде всего нужно понять, и историкам в первую очередь, что границы между ареалами языковых групп до появления государств, тем более до появления национальных государств, проходили между землями с разными типами хозяйственной деятельности. Заканчивается степь Крымского ханства плюс нейтральная территория Дикого поля и начинается лесная зона Великого княжества Литовского, пригодная для пашенного земледелия и строительства деревень от слова «дерево». Заканчивается степная зона кочевья монголов, это тоже алтайская языковая семья, куда входят и тюркские языки. И начинается зона земледельческой, рисовой культуры, сино-тибетская языковая семья, то есть китайские языки и диалекты. На границе между XIV и XV веками начался процесс отделения ремесла от сельского хозяйства и образования городов и государств. Это и есть та самая античность, которую историки потом назовут «эпохой возрождения» в рамках проекта «удлинение историю». Обратите внимание, слева девственный европейский лес до начала его освоения под нужды сельского хозяйства, пашни и строительства деревень и промышленности, древесина и древесный уголь для металлообработки. Вот этот самый восточноевропейский лес и разделил Европу на западную романо-германские народы и восточную, славяне. А там, где лес отсутствует вообще, там жили терки и кочевники. А теперь посмотрим на западную Европу. Это в основном горная и гористая местность, где руда и разные минералы лежат практически на поверхности. К тому же рядом есть лес и горные быстрые реки для обустройства заводов с водяным колесом, что и определило основную специализацию народов Западной Европы. Славяне же осваивали реликтовый, в основном хвойных пород, восточноевропейский лес под нужды сельского хозяйства, прежде всего под выращивание зерновых. И не забываем, 500 лет назад автомобилей еще не было, а лошадь в год съедает полторы тонны овса. Вот так и получилось естественное разделение европейских народов на тех, кто выращивал виноград, маслины, разные фрукты и овощи. Злаковые тоже, но недостаточно. И на тех, для кого выращивание зерновых было основным источником дохода. Поэтому Польша и Великое Княжество Литовское, территория современных Украины и Белоруссии, европейские зерновые житницы, начиная с 15 века, усеяны кладами римских монет. Эта специализация во многом сохранилась и сейчас. Главный экспортный продукт Западной Европы – машины и оборудование. А восточной Европы – зерно, средневековый бензин для лошадей. И углеводороды от России – это уже бензин для современных лошадей. Кстати, а не поискать ли нам славян на северо-западе Европы? Ведь там тоже лес и равнина, и климат, подходящий для выращивания зерновых, дефицит которых испытывала Западная Европа. Рядом, на точно такой же земле, справа – палабские славяне-земледельцы. Сделав соответствующий запрос, я вышел на статью «Славянские города Голландии», автор статьи Ольга Роттердам, которая нашла интересный документ «История Отечества» голландского автора. Книга выдержала несколько изданий в середине XVIII века. Цитирую один из ее фрагментов. Среди этих вестготов находились также и некоторые другие народы, такие как Хирулены, Склавы, Венеты и Венеды или Вилты и тому подобные. Собственно говоря, некоторые хронисты утверждают, что город Влардинген носил когда-то имя Славенбюрг, вероятно, потому что здесь жили склавы. Другие говорят, что склавы и Вилты получили эти голландские земли через их завоевание. Конец цитаты. Ссылку на эту статью смотрите внизу в описании. Итак, в основе любого современного языка был язык либо охотников, либо кочевников-скотоводов, либо крестьян-земледельцев. С началом так называемой эпохи Возрождения и она же так называемая Античность в Европе произошло разделение общедеревенской общинной культуры с натуральным хозяйством на городскую и деревенскую с товарно-денежными отношениями. О том, как германские племена стали главной движущей силой в процессе урбанизации Европы и ядром Римской империи, которую историки стыдливо называют Священной Римской империей, мы поговорим в одном из следующих фильмов. А сейчас информация для тех, кто хотел бы приобрести мою книгу «Другая история Римской империи», издание Второе дополненное. 400 страниц в твердом переплете и более 300 иллюстраций. В книге я без всяких повторов, как это часто мне приходится делать в моих фильмах, изложил свою версию истории и описал основные причины ее удлинения. В книге есть материалы, эти главы выделены красным, которые я ранее нигде не публиковал. Например, о местонахождении Иерусалима до середины 17 века, а также о причинах его переноса в другое место в современном Израиле. Книга продается на Озоне. Ссылку на страницу Озона и на видеоинструкцию, как купить книгу в России, в ближнем и дальнем зарубежье, вы найдете внизу в описании к этому фильму. На этом у меня все. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Подписывайтесь и ставьте лайки, если этот фильм вам понравился. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами был Александр Таманский.